Шалом! Поверил в этого самого Иисуса Христа, то есть Мессию Иешуа, а горчине ее не было предела. Это был для нее большой шок. Но как-то у такой еврейской бабушки, как она, внук и поверил в этого самого гойского бога, суждала она. Конечно, то, что Иисус Христос был еврей, она отлично знала. Но все-таки вековые предрассудки – вещь серьезная. В общем, короче говоря, это не давало ей покоя. А Литва – страна католическая. И вот однажды, когда добрые католики праздновали Пасху, идет себе моя бабушка по улице, а навстречу ей какая-то ее знакомая. Литовка. И, подойдя к бабушке, она с ней поздоровалась, конечно. Здравствуйте, Гита Львовна. Ну и потом говорит ей «Христос воскрес». То, что полагается говорить на Пасху. Приветствия. Пасхали. Значит, вообще на это приветствие, как вы, наверное, знаете, нужно отвечать воистину. Воскрес. По традиции. Однако бабушка моя, постоянно занятая мыслями о своем непутевом внуке, возьми, да и ответь ей на это приветствие вопросом. А откуда вы это знаете? Когда она потом рассказала мне эту историю, я очень долго смеялся, услышав ее, потому что представил себе озадаченное лицо ее знакомой, которая наверняка не ожидала столь нестандартного ответа на стандартное приветствие. Наверное, может быть, решила, что у старой еврейки на склоне лет крыша поехала, как мы говорим. Но старая еврейка-то как раз была абсолютно в здравом уме и трезвой памяти. И задала вопрос, который, мне кажется, многим людям стоило бы задать. Если уж не кому-то, то, по крайней мере, самим себе. И который мы тоже должны, мне кажется, периодически задавать сами себе. Откуда мы это знаем? Говоря о вере, откуда мы знаем, что Иешуа действительно воскрес из мертвых? Иначе говоря, откуда мы знаем, что наша вера вообще имеет отношение к какой-то реальности? Что это не просто какое-то кошмарное коллективное заблуждение, бредовая фантазия, которой тешат себя неуравновешенные и психически больные люди? На этот вопрос верующие отвечают по-разному. Одни ссылаются на Библию, на Священное Писание, в частности, на Новый Завет, на Евангелие и послания апостольские, которые говорят о том, что, да, вот написано так, Иешуа воскрес из мертвых на третий день, так что смерть над ним более невластна. Другие ссылаются на всех людей, верующих в Мессию Иешуа. И говорят, только сегодня нас в мире более двух миллиардов, то есть, больше, чем последователей других религий. Ну, а если уж посчитать всех верующих всех времен, так будет и того больше. Ну, и не может ведь быть, чтобы такое огромное количество людей, сотни тысяч, миллионы, а сегодня даже и миллиарды, заблуждались. Третьи ссылаются на свой личный религиозный опыт. То есть, они говорят, что Иешуа сам открылся мне. Я встретился сам с ним лично, и как именно это второй вопрос? Но это была лично моя встреча с ним, и я сам знаю, что он жив сейчас. Некоторые идут еще дальше, и говорят, что они не просто когда-то однажды встретились, так или иначе, с воскресшим Мессией Иешуа, но продолжают регулярно иметь с ним какое-то мистическое общение. То есть, они ощущают его присутствие, слышат каким-то образом его голос, и, в общем, имеют некие мистические переживания по сей день. И, конечно, у человека неверующего все вот эти ответы на этот вопрос о том, откуда мы знаем, что Мессия Иешуа действительно жив сейчас, они вызывают самые разные возражения и подозрения. Какие? Например, Можно услышать, что Новый Завет, эта книга вовсе не божественная, а человеческая, ведь написали-то ее люди, собственно, она сама этого не скрывает. Вот, а люди, как известно, могут написать все, что угодно. Вот вам над чем стоит подумать, что касается книги, на которой стоит вся ваша вера. Далее есть аргумент по поводу миллиардов верующих. Что можно услышать? Нам скажут, ну, во-первых, наверное, все-таки ведь не миллиарды, да? Давайте, если копнем поглубже и поглядим, сколько из этих миллиардов чисто номинальные верующие, то есть заходят в церковь или в общину, называйте как угодно, на Рождество или на Пасху, или там когда угодно, на Песах, на Шевод, если это мессианская община, а остальные 354 дня в году живут как самые обыкновенные неверующие люди, или как самые обыкновенные язычники, то есть не то, что о Боге, о совести, о собственной не вспоминают, то останется, конечно, уже не миллиарды, а гораздо меньше, так? Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим на тех, кто остается, вот на тех, кто посещает богослужение регулярно, на тех, кто ежедневно молится, и вообще производит впечатление человека религиозного, или набожного, как угодно. В этих людях вы ведь тоже найдете самые разные грехи и пороки, достаточно откровенные. Ну, конечно, если уж не такие, как воровство и супружеские измены, то сплетни, свары по мелочам, домашний деспотизм и прочую житейскую грязь. Короче говоря, истина святых очень мало, если вообще такие где-то и есть. Так о каких же, собственно, миллиардах, простите, идет тут у вас речь? Ну, и, наконец, что касается личного религиозного опыта. Скажут нам вот что. Поговорите-ка с психиатрами. И они вам объяснят, какая это сложная вещь, религиозный опыт. И как часто даже психически здоровые люди выдают свои фантазии за чистую правду. Ну, а уж о психических больных людях и речь молчит. И, между прочим, их психически больных в той или иной степени гораздо больше, чем мы с вами себе представляем. Чем мы думаем. Они живут среди нас. И мы с вами думаем, что они вполне адекватные, нормальные люди. А они на самом-то деле того. С приветом. Ну, и совсем отдельная тема, скажут нам дальше, это коллективные психозы. То есть, когда люди сходят с ума, не каждый сам по себе, а собираются вместе. И сумасшествие одного подпитывает сумасшествие другого. А между тем, будет дальше следовать аргумент, современная наука уже нашла объяснение очень многим сверхъестественным вещам, таким как чакры, таким как энергии, таким как ауры, акачумные и невежественные люди по-прежнему верят в то, во что упрямо хотят верить. Наука им не авторитет. Что же мы на все это можем сказать? Прежде всего, о так называемой современной науке. Ученым до сих пор ничего не известно по-настоящему ни о происхождении Вселенной, ни о происхождении жизни во Вселенной. Ни о многих других вещах. Конечно же, у них есть очень много разных гипотез и теорий. Однако, проверяемых на опыте данных у них нет. И более того, быть их не может. Почему? Они открыли, ученые, открыли, конечно же, условные рефлексы, они открыли законы электрического и магнитного, электромагнитного поля и разные другие вещи. Однако, почему все это было возможно? Да потому, что есть животное, то есть собачка Павлова, есть разные предметы и поля, на которых можно ставить эксперименты, с помощью которых можно проверять наши с вами догадки, гипотезы, теории и предположения. И если эти эксперименты ставить много раз, один за другим, в разных условиях, ставить их добросовестно, то есть такое в науке понятие чистый эксперимент, то есть добросовестный эксперимент, который призван не просто подтвердить мою заранее заготовленную теорию, а который готов поставить ее под сомнение. Так вот, если эксперименты ставить много раз и ставить их добросовестно, то есть ставить чистые эксперименты, то можно выявить действительно некоторые закономерности, которые будут согласовываться с той или иной теорией. Таким образом, мы поймем, что да, действительно есть вот этому явлению разумное объяснение. Мы что-то можем сказать, что мы теперь действительно знаем В какой-то степени Однако эксперимент о происхождении Вселенной поставить просто невозможно Это слабо Соответственно, что у нас остается? У нас остается всего лишь теории Непроверенные и непроверяемые экспериментом То есть, попросту говоря, просто-напросто красивые умные догадки И от того, что эти догадки преподносятся в качестве истины В последней инстанции в школьных и университетских учебниках Они не перестают быть всего лишь навсего красивыми и умными догадками И не более того Ну, а что касается так называемых биополей То даже Википедия пишет, что это термин псевдонаучный То есть, на самом деле, не научный, а околонаучный И в научной среде он практически не применяется Другими словами, попросту говоря, ученым языком о чакрах и аурах Рассуждают не настоящие ученые, а шарлатаны от медицины Так что науку давайте оставим в покое Это раз Но, впрочем, это вовсе не значит, что я предлагаю удариться в мракобесие и отбросить логику Наоборот, давайте рассуждать логически Прежде всего, грехи верующих Да, нужно признать, что мы тоже грешим Разумеется, мы не меняем партнеров как перчатки И мы не лжем налево и направо и не воруем Потому что такой образ жизни абсолютно несовместим с верой в Бога Однако, мы тоже бываем раздражительны, трусливы и ленивы Надо признать Тем не менее, наше отличие от людей неверующих состоит в том, что у нас есть доступ к Богу Который не только прощает нам эти грехи, но также очищает нас от них Конечно же, эта очистка требует и времени, и труда Причем, как его над нами, так и нашего собственного сотрудничества с ним Однако, если мы искренне с ним, с Господом, и терпеливы То, оглядываясь назад лет эдак так, на 20-25 И мы, и другие люди, замечают в нас перемены И перемена это не в том, что мы научились лучше подавлять свои порочные импульсы А в том, что сами эти импульсы становятся слабее И в то же время, если посмотреть на людей неверующих То, что мы замечаем, это то, что с годами их пороки, как правило, не ослабевают А усугубляются То есть, недолюбливание и неприязнь превращаются в ненависть Привычка иронизировать в ядовитый сарказм и в горечь Недоверие и соперничество в отношениях между супругами в среднем возрасте Иногда превращаются в полное отчуждение и усталость друг от друга к старости И так далее Одним словом, в более длительной перспективе разница становится вполне очевидной И свидетельствует она о том, что без Бога человек деградирует А с Богом медленно, но верно превращается в человека Однако у нас осталось еще два вопроса О Новом Завете, авторы которого утверждают, что Мессия Ишуа воскрес из мертвых И о религиозном опыте верующих Который утверждает, что вступили или даже поддерживают некий прямой контакт с этим воскрешим Мессией И оба вопроса на самом-то деле сводятся к одному и тому же вопросу Вопросу о том, насколько можно доверять религиозному опыту человека конкретного или людей Потому что ведь авторы Нового Завета тоже пишут по сути о религиозном опыте Своем собственном и тех очевидцев воскресения, с которыми они беседовали лично Прежде чем составлять свои жизнеописания Иисуса В Евангелиях говорится о том, как Ишуа прожил на земле от рождения до вознесения на небо И пишется о том, что эти люди видели своими глазами, слышали своими ушами и осизали своими руками То есть об информации, полученной через обычные органы чувств Через зрение, слух и осизание В Деяниях апостолов, в апостольских посланиях и в книге Откровения Говорится также о сверхъестественных способах коммуникации О явлениях ангелов, о видениях и о других путях, которыми Бог общался с верующими людьми И вопрос, как же ко всему этому относиться Я предлагаю вам встречный вопрос Давайте спросим себя Как мы вообще относимся к опыту других людей, которые утверждают, что видели или слышали что-то Ну вот представьте себе, что вы следователь Которому поручили заняться расследованием, раскрыть преступления И вы допрашиваете свидетелей Вы допрашиваете потерпевших Вы допрашиваете подозреваемых И в таком случае вы будете подходить к делу строго логически Правда? Вы будете рассуждать, наверное, так вот Примерно, следующим образом Во-первых, вы будете рассуждать Человек говорит Либо То, во что искренне верит То есть, либо он честен Либо же он лжет Есть всего два варианта Правильно? По логике Если у вас есть сомнения В искренности Дающего вам показания То вы можете проверить этого человека на детекторе лжи И если дающий показания искренен То дальше Следующий вопрос возникает Этот человек Он действительно говорит о том Что видел или слышал Или видел и слышал В общем, одним словом Пережил что-то Или же Он говорит о своих собственных фантазиях Очень искренне Очень убедительно Абсолютно не лжет Но рассказывает вам О своих фантазиях То есть, этому человеку Примерещилось В лучшем случае Или В худшем случае Он просто сумасшедший Но очень честный и очень искренний В общем, короче говоря У нас есть с вами всего три варианта Если подходить к делу чисто логически Вариант первый Это лжец Чего он добивается своей ложью Это второй вопрос Но это злоумышленник Это лжец Так? Второй вариант Это искренний сумасшедший В той или иной степени Который просто свято верует В то, что В собственные бредовые фантазии И третий вариант Это здравомыслящий, честный человек Который действительно имел Некий реальный опыт Теперь Помню об этом Давайте обратимся К опыту верующих в Ешо Я хочу задать такой вопрос Возможно ли Что все Кто на протяжении Прошедших Двадцати Столетий Заявлял о своей вере В Ешо На основании Личного Религиозного Опыта Начиная с очевидцев Его жизни На земле Его смерти И его воскресение И вознесение И кончаясь Сегодняшним поколением Это сплошь Либо лжецы Либо сумасшедшие Я задам вам еще пару вопросов Кем был Основоположник Бактериологии Луи Пастер Кем был Основоположник Термодинамики Лорд Кельвин Основоположник Электродинамики Джеймс Кларк Максвилл Многие другие Биологи Химики И физики Которым Человечество Обязано Величайшими Открытиями В самых разных Областях Кем был Достоевский Лжецом Или сумасшедшим Кем был Осип Мандельштам Лауреаты Нобелевской Премии По литературе Анна Ахматова И Борис Пастернак Кем был Александр Солженицын И масса Других людей Но хотя бы Эти люди Которые Насколько мне известно Прославились Несклонностью К лжи И не психическими Отклонениями А блестящим умом Глубокой Порядочностью И мужеством Итак Логика Логика Оставляет нам Лишь один Вариант Следующий За разговорами Верующих людей О воскрешем Из мертвых Мессии Иешуа Есть Нечто объективное Что именно Неужели Это действительно Этот самый Иешуа И откуда это мы можем узнать Возвращаясь к нашему вопросу Который когда-то Сдала моя бабушка Самый простой способ Узнать Жив ли Иешуа В самом деле Это сделать то Что уже сделали Многие люди До нас С вами Это сказать Либо внутри себя Либо вслух Очень простую фразу Но сказать ее Совершенно Искренне И серьезно Если ты есть То я поверю В тебя И буду твоим Но я хочу Сам Для себя Действительно Узнать Что ты действительно Воскрес Из мертвых Опыт Который мы говорим Опыт Многих людей Показывает Что Бог отвечает На эту молитву Раньше Или позже Самый же Простой Способ Закрыть себе Путь к ответу На этот вопрос Это возомнить Себя Непризнанным Авторитетом В области Психиатрии И Отвергая Всякую логику В тот момент Когда она Перестает быть удобной Решить Что психически здоровый человек Не может Верить Ни в какого Воскресшего Мессию Во всяком случае В него не может верить Еврейский Психически здоровый человек Кстати Об этом аргументе Против веры В Ишуа Что верить в него Это дело Дескать Не еврейское Мы поговорим В следующий раз Спасибо Шалом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok